Допустим, ты решил начать бизнес Ты смог отложить денег для оплаты мобильного интернета Стоп, коврика, велкам Я сказал, стоп Это уже было два с лишним года назад С тех пор Бу успешно открыл больше 60 бизнесов И также успешно закрыл И кажется, он наконец дорос до самого главного вопроса в своей жизни И в истории всего человечества Мироздание Вселенной А зачем, спрашивается, это все надо? Когда Бу уходил в бизнес, он думал, что предпринимательство — это панацея от найма А это не так Если тебя что-то не устраивает на работе Поговори с начальником, обнови резюме Ну и, наконец, найди другую работу Короче, не торопись и не бросайся с головой в предпринимательское болото Вообще есть масса причин, почему в бизнес идти не надо Изучи их до того, как открыть ИП Причина первая Предпринимателей никто не любит Ведь пока их несчастные сотрудники пашут Эти лентяи лежат на пляже И получают огромные деньжищи Так что не рассчитывай на поддержку Тебя сразу же начнут осуждать Либо будут приходить, чтобы попросить в долг И все равно осуждать Поэтому в начале пути ты, скорее всего, столкнешься с предпринимательским одиночеством Ты будешь ощущать себя отбитым одиночкой Который с упорством, достойным лучшего применения, прет против ветра 24 на 7 Причина вторая Ожидаемо, что предприниматели чаще страдают от депрессий Подавленное состояние и нарушение внимания Они, считай, идут бесплатным бонусом к статусу ИП Вот тебе расчетный счет Вот тебе кредит по специальной ставке И не забудь забрать свое тревожное расстройство Владельцы бизнеса работают в условиях постоянной неопределенности На них давят ответственность перед клиентами и сотрудниками Переживания за будущее бизнеса Так и до нервного срыва рукой подать Тьфу ты! Наркоман проклятый! Причина третья Никакой стабильности Забудь об смсках с зарплатой два раза в месяц Как потопаешь, так и полопаешь Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а? Точнее так Работать придется много, а результат не гарантирован совсем На денежную выплату ты будешь последним в очереди После всех сотрудников, кредиторов, арендодателей и поставщиков Эх! Бу, например, посчитал юнит-экономику И пришел к выводу, что он действительно сможет платить себе зарплату Два раза в год Причина четвертая Ненормированный рабочий день или ночь Когда Бу уходил из найма, он бежал от работы 5-2 с 9 до 18 Ну и у него получилось Теперь он работает всегда У владельца бизнеса постоянно есть задачи И ты даже не сможешь отпроситься у начальника в отгул Ведь теперь твой начальник ты сам Хуже того, лучший сотрудник тоже ты А как отпустить в отгул сразу и начальника, и лучшего сотрудника? Никак! Ха-ха-ха-ха! Причина пятая Зависимость от клиентов Устал работать на дядю? Тогда представь, что этих дядь сотни, тысячи, даже миллионы И все от тебя чего-то хотят И всем что-то не нравится Вот как на самом деле выглядит предпринимательство Да, ты действительно сам себе начальник Но ведь твой бизнес зависит от клиентов Их желание — твой закон Короче, открывать бизнес стоит только тогда Когда не заниматься предпринимательством ты просто не можешь Если все, что ты сейчас прослушал, не отбило твое желание Значит, у тебя предпринимательский зуд А это одно из главных качеств бизнесмена Вот несколько аргументов в пользу твоего отмороженного стремления Стать предпринимателем Во-первых, теперь твой доход ограничен только тобой Больше нет начальника, который может поднять тебе зарплату Исключительно через два квартала И при достижении фантастических KPI Знаешь, как бустануть? Супер! Погнали! Правда, здесь тебе все же придется удариться лицом об реальность И учесть, что предпринимателей много Тех, кто вышел в плюс, меньше Тех, кто хорошо зарабатывает, еще меньше А тех, кто деньги лопатой гребет, вообще единицы Но хорошая новость в том, что теперь все в твоих руках Станция метро Факаповский проспект Осторожно, двери закрываются Следующая станция Очково Продажи — это все Они есть не у всех Они получаются не у всех Собаки могут принести больше продаж, чем люди Но не все собаки продающие А вот кошки — чертовски продающие Среди людей много продажников Стив Джобс — хороший продажник Волкс Уолл-Стрит — гениальный Бабка на рынке — легенда Продажи могут быть эффективными Результат в продажах — это все Стильное и эффективное лучше, чем привычное, но не стильное Эффективное и стильное — это искусство А МСРМ — это стиль Это искусство Тьфу ты, наркомат проклятый Во-вторых, бизнес — это самый быстрый способ удовлетворить амбиции Здесь ты будешь максимально балдеть от самого себя Открыл бизнес — оп! И сразу начальник Все решения твои Хочешь — нанимай Хочешь — увольняй Хочешь — посреди рабочего дня Устрой себе тихий час и вздремни Правда, поначалу, кроме начальника, ты будешь еще и за бухгалтера, и за продажника И спать ты будешь меньше всех в команде Но это не навсегда В-третьих, бизнес — это свобода! Обратная сторона той самой бесконечной ответственности, которая на тебя свалится Сначала тебе будет тяжело Очень! Ты будешь перерабатывать, стараться всех проконтролировать Переедешь жить в офис Но потом, как только ты настроишь все процессы, соберешь команду и начнешь зарабатывать Ты сможешь выдохнуть Будешь реже появляться в офисе Ты сменишь аватарку, выключишь уведомления и поедешь в отпуск А твои дети даже вспомнят Как ты выглядишь Невероятно! Ну и, наконец, тебе никогда не будет скучно Ты не будешь знать, что тебя ждет за поворотом Сегодня ты большой начальник Завтра ты штукатуришь стены в офисе А послезавтра Организовываешь петушиные бои для клиента Это петушиные поступки Мы не можем ответить за тебя на вопрос Зачем тебе в бизнес? Каждый решает сам Мы просто хотим, чтобы ты занимался любимым делом Тем, что у тебя получается лучше всего И если это бизнес, то ты смотришь правильный канал Субтитры сделал DimaTorzok